Он, безусловно, будет существовать, пока существует в России и нации, и народ, и это никуда не денется. У нас и день победы Александра Гневского на Чудском озере остается в памяти, да, и победы Дмитрия Донского. И чем люди больше видят и переживают в своей жизни конфликтов нынешних, сегодняшних, мгновенных, которые здесь сейчас происходят, тем больше они понимают, что история не движется, и все те проблемы, которые разрешал Невский, Донской, или Суворов, или Кутузов, или Жуков, это проблемы все лежат в едином поле, это есть поле нынешней России, это никогда какое-то прошлое, позапрошлое, они здесь и сейчас. В том числе и крымская проблема, она тоже здесь и сейчас, хотя в России она существовала лет 700 подряд. Поэтому 9 мая останется, и более того, надо отдавать себе отчет, что Россия в последнее время стремительными темпами левеет. У нас порядка третье население по закрытым социологическим исследованиям готово голосовать за левые партии, за умеренно левые партии, за консервативные левые партии, с радикальной левой партией. Если у нас сегодня появилась бы партия с каким-то харизматичным лидером, она могла бы даже не на третье, а на половину голосов претендовать. Поэтому возвращение 7 ноября в качестве праздника это неизбежная вещь, потому что это огромное мирополагающее значение имеет этот день. Это день, изменивший историю человечества, и мы будем к нему возвращаться неизбежно из десятилетия в десятилетие, даже из столетия в столетие. Субтитры создавал DimaTorzok